В церкви «Новая жизнь» города Алматы завершилось служение «Год для Бога», которое в этом году успешно прошли более ста человек. На протяжении девяти месяцев верующие разных возрастов вместе духовно росли, укреплялись и познавали истину священного Писания. Здесь каждый наполнялся Божьей мудростью, любовью, искал своё призвание, волю Божью для своей жизни, а также активно участвовал в жизни церкви. «Год для Бога – это благословенное время. Я ни на одну минуту не пожалела, что я приехала сюда. Этот год был просто обильным, благословенным. Бог благословлял, давал, обеспечивал. Просто пришло большее понимание того, кто я во Христе». Для участников служения этот год был очень интересным и насыщенным. Жаждущим и ищущим Бога сердцам служили Максим Максимов, пастырская команда церкви «Новая жизнь», а также пасторы из различных городов Казахстана. Последний день служения «Год для Бога» стал особенным. Официальная часть закрытия служения началась с хвалы и поклонения Богу. Затем пасторы и служители церкви поздравили всех присутствующих с окончанием «Года для Бога» и сказали слова на путстве. Приятной неожиданностью для служителей служения «Год для Бога» явилось видеопослание Максима и Ларисы Максимовых, которые не смогли лично присутствовать в этот день. Слова благословения они записали, находясь на служении в Германии. «Прошел год, и будущая жизнь впереди. Я верю, что эта жизнь будет особенной. И вы принесете великий плод для Божьего Царства, и не без нашего участия. Мы старались, вкладывали, молились, поддерживали вас. И теперь мы вас отправляем вперед, чтобы вы принесли великий плод и сделали больше, чем сделали мы». «Я желаю вам благословения, и чтобы много-много любви вы источали из своей жизни для других людей». Верующие благодарили команду служителей в песнях, танцах и стихах, ведь этот год был действительно особенным. «Год для Бога – это особенное служение, которое просто изменило кардинально всю мою жизнь. Раньше смотрел в одну сторону, теперь смотрю в другую сторону. Посвящение Богу – это серьёзные отпечатки оставляет, серьёзные направления даёт в будущем. Теперь я знаю, куда идти, знаю, кто я, знаю, на что я способен и знаю, для чего я всё это делаю». «Я поняла, что это значит – жить для Господа, любить Его всем своим сердцем, всем своим разумением, всей своей душою. Этот год был полон вдохновения от пасторов, этот год был полон откровения, которые мы получали, этот год был полон смирения где-то, где-то нас подымали, где-то мы смирялись. Но я знаю, что сейчас начинается что-то новое, новый этап в нашей жизни». «Служение для Бога – любить Бога, чтобы каждый человек мог всегда быть с Ним, знать Его, это личные взаимоотношения, строить, научиться строить личные взаимоотношения с Великим и Всемогущим Богом». Праздничный банкет прошёл в тёплой и уютной атмосфере. В завершении служители «Год для Бога» спели свою песню, посвящённую этому году, году, который изменил их жизнь. «Год для Бога» прошёл, но это не конец, а хороший старт, так как впереди вся жизнь для Бога. Открытие очередного служения «Год для Бога» состоится в сентябре. Специально для телеканала СИНЛ Ольга Щепеткова, Светлана Ведовская, Тимур Нугуманов, Олег Губанов, Алматы, Казахстан. Какими были раньше, Какие мы сейчас.